Добрый вечер всем! Приехали мы на дате. Сегодня хотела пробрызгать еще раз смородину искрой, потому что тля мучает. Калина, бедная калина, там муравьи, там нечто. Вот смотрите, что творится с калиной. Я ее пропрыскала один раз. Вот видите, вот это вот все тля. Она набирает свет. И вот такие появились мухи. Что за мухи? Я вот не знаю. Они тоже как разносчики тли. Вот в том году они тоже были. Вот смотрите, что. Что-то у меня... Так, вот так может быть ярче. Да. Вот. И смотрите, что происходит. Вот они. Вот муравьи. Вот. Ничего не помогает. Я уже и насыпала золы. Что я только и прыскала ее. Ничего не помогает. Еще одна беда у нас. У нас совершенно, наверное, не будет в этом году вишни. У нас даже вот черемуха в этом году. В том году она свела очень обильно. Было очень много черемухи. А в этом году, кстати, и муравьев на ней нету. В том году и муравьи таскали вот такую же тлю. В этом году и черемуха у нас. Совсем немного. Вот именно в этом углу. Вот смотрите, что с вишней. Вишни совсем не будет. Совсем-совсем. Причем вот вся-вся вишня, что в том году мы не знали, куда ее девать. В этом году, вот смотрите, что. Видите? Пропала вот эта яблоня. Я вот ее не спиливала. Я думала, что все-таки она отойдет. Но нет. Вот видите, она... Она, видо, действительно засохла. Замерзла у нас вот эта яблонька. Она в том году была тоже вся усыпана. В этом году... В этом году на ней совсем немного. Это вот половина облетит. Сегодня, обещают мороз. У нас нереальная погода. Я сегодня вот говорю. Вот еще вишня. Вот посмотрите. В том году она была как невеста. Вся белая. Не знаю. Мы, наверное, в этом году останемся без вишни, без сливы, без терна. А вот смородина. Смородина, ну, вроде как, ничего. Я вот ее опрыскала один раз. Сегодня хотела еще раз опрыскать. Также подсыпала золы под каждый кустик. Смородина. Ну, вот она. Смородины будет много. Вот даже, смотрите, вот эта маленькая вишенка и то. Вот слива. Вот слива. То же самое. Смотрите, что. Мы в этом году будем без сливы, без вишни, без терна. Потому что ничего не цветет. Это вот я очистила малину. И что-то малина мне тоже не нравится. Посмотрите, сколько голых веточек. Может, ей еще рано. Может быть, она еще пробьется. Я не знаю. Я не знаю. Вот Саша ее подвязал. Вот видите, если вот здесь кустик прям, прям вот он, почка на почке, то вот этот вот кустик, вот смотрите, ну, вроде вот есть живые почки. Не знаю. Я буду надеяться, что все-таки мы будем с малиной, со смородиной в этом году. Ну, вот в этом месте, кстати, вот посмотрите. Вот совершенно сколько тут метров. Метров, наверное, друг от друга. Вот здесь она вся зеленая уже. Вот, посмотрите. Я не знаю. Я так расстроилась. Не знаю, что делать. Единственное, будем с чесноком. Вот новая клубничка. Слава Богу, хоть клубника радует. Будем с клубникой, со смородиной, с малиной. Сегодня разговаривали с Сашей, наверное, будем попросим. Вот тут у нас сосед у него, культиватор. Завтра Саша натаскает навоза. У нас куча навоза. Вот. Пройдет это все культиватором, потому что погода непонятна, что с погодой. Поздно началась весна в этом году. Получается, в конце апреля мы успели только почистить огород. И то вот он уже начал зарастать травой. Вот это вот последний вид, что вот осталось сжечь. Все, наверное, будем проходить через ватар. Потому что мне надо сажать лук. Мы не успеваем, совершенно не успеваем. Что делать? Но ничего. Жизнь продолжается. Как говорится, Москва не сразу строилась. Сходит у меня редька. Вот сажала редьку. А мне сказали, что ее посадила я рано. Потому что здесь у меня черная редька. Ее надо сажать в конце июня. Ну ничего. Я еще взяла семена. Зеленую редьку взяла. Черную еще редьку взяла. Посажу тогда в конце июня. Посмотрим. Мне сказали, что вот эта редька, которая уже зашла, она может пойти в трубку. Вот рукола у меня. Прям зашла хорошо. Вот она. Здесь у меня как-то еще ветром не унесло. Я вот специально оставила вот эти кулечки. Вот она, рукола. Ну посмотрим. Сельдерей корневой, что я высаживала. Вот он, бедный, на ветру. Но он держится. Стойкий. Смотрите, что. Стойкий оловянный солдатик. Это красная завородина. Смородина дает. Со смородиной. А здесь у меня салат. Салат тоже хорошо сходит. Сегодня это надо будет накрыть. Сегодня обещают заморозки. Вот она, ветисочка. Ветиска уже вот выпустила. Четвертая, четыре листочка. Вот. Вот так вот. Здесь вот продолжается у нас стройка. Досталось забить немножко стены. Потом потолок. Вот. Так что на полу у нас будет линолеум положим еще. Стены. В этом году мы просто оставим эти стены. На следующий год мы планируем ее обшивать. Вот. Покроем в этом году крышу. Окна поставим. Двери. Посмотрим, как она перезимует. И будем обшивать на следующий год. Дай бог. Сайдингом. Утеплим ее снаружи. В этих местах пойдет утеплитель. И сверху все это будет сайдинги. Ну, вот такая вот кухонка. Ну, ничего. Мне нравится то, что много у меня будет пространства. Здесь у меня будет рабочая зона. А вот с этой стороны у нас уже будет диван, стол, где можно будет покушать. Вот такая вот кухонка. Здесь, сейчас покажу я ее снаружи, как она смотрится. Вот. Мы ее просто в этом году оставим так, но где-то, может быть, задекорируем досками. Вот. А на следующий год уже обошьем снаружи. Здесь вот Саша мне приготовил клумбу. Теперь не знаю, что сюда высаживать. Вот. Выкопал вот два корня. Здесь вот были. Сидела вишня. Вот он выкопал. Смотрите, вот. Два корня вишни. Она была вот здесь вот. Ну, вот так дела движутся. Ничего. Ничего. Я думаю, что повторюсь, что Москва не сразу строилась. Так что, такие вот дела. Вот сегодня понедельник. Ой, сегодня уже вторник. Да. Хотела сегодня пропрыскать еще раз калину, смородину. Но не буду. Я боюсь, потому что витер вот этот год. Думаю, ничего подождет до выхода. Может быть, приеду калину. Надо будет все-таки пропрыскать калину. Здесь, ну, цветочки мои растут. Вот у меня вот этот вязель, то, что я сеяла семенами. Вот он зашел. Вот здесь вот он будет, ну, как написано, что он прям ковром стелется, раскидывает свои плети. Еще и цветет. Вот она, ромашка, которая такая низкая, ну, красивая. Красивая ромашка. Она мне нравится. Она многолетняя. Я вот ее в одно место воткнула. Ну, вот так сегодняшний день. Бесполезный день. Бесполезный вечер. А это вот черноплодная рябина. Ну, она вот свет набрала. Я не знаю, то ли полосой прошло вот по этой стороне дачи. Потому что все, что находится вот с правой стороны, все это, все померз. Единственное, вот эта яблонька, которая в том году была вся усыпана, вся усыпана яблоками. Потому что вот и стойки стоят около яблони. Это Саша подставлял, потому что ветки аж лежали на земле. Вот эта вишня была вся белая. Ну, в общем, вот так. Сейчас мы будем собираться домой, потому что, ну, невозможно. Невозможно, я все покажу, невозможно находиться. Все вот так. Ветер холодный, наверное. Будут все-таки заморозки, обещают минус 3. Закроем сегодня вот то, что я посадила. Редиску, да. Всякую травку. Вот так. Как вот? Что-то планировать, что-то сажать. Да, зависим от погоды. Ну, все. Буду прощаться с вами. Снимать-то, в принципе, и нечего. Я сняла то, что сделано на данный момент. Что взошло. Все, пока. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»